Видео уроки фотошопа И здесь нужны несколько другие техники для обработки именно таких фотографий Конечно я вам все техники в рамках одного урока не смогу показать Но основу я все-таки смогу вам дать И вы узнаете как можно быстро и без проблем обрабатывать мужские фотографии Итак, для урока я выбрал вот такое фото Обычная фотография, ничего примечательного на ней нет, как видите Ну что же, давайте приступим к обработке этой фотографии Итак, давайте сначала создадим новый слой И как обычно мы уже привыкли это делать, поработаем сначала с основными дефектами на лице Выбираем инструмент устанавливающий кисть Увеличиваем наше изображение и убираем основные дефекты, маленькие прыщики Сразу говорю, что все дефекты с лица убирать не нужно Потому что, как я уже говорил, у мужчин кожа грубее И на ней должны оставаться кое-какие морщины и неровности Поэтому убираем только уж очень сильно бросающиеся в глаза дефекты Как родинки например Здесь у меня очень сильно видны Так Смотрим, где что у нас тут еще можно подправить Так Идем на эту сторону лица Смотрим, что у нас здесь Так Ну вот нужно еще с подбородком немножко поработать И будем переходить к следующему шагу Так Отлично Смотрим Основные дефекты мы с вами убрали Давайте теперь продублируем основной слой Нажимаем Ctrl J И объединим его с нашим получившимся верхним слоем Ctrl E Теперь мы с вами немножечко смягчим кожу Для этого дублируем получившийся слой Нажимаем Ctrl J Идем в меню фильтр Выбираем здесь Размытие по гауссу И размываем это наше изображение Примерно я думаю на 6 пикселей Нам нужно немножечко Нужно даже на 7 наверное Немножечко сгладить кожу Нажимаем ОК И понижаем прозрачности этого слоя Где-то до 40% Смотрим на результат Сразу Можно еще немного понизить В районе 30% Я думаю Да Теперь применяем маску К этому слою Щелкаем вот сюда И выбираем теперь Черную кисть Маску выбираем Так И пройдемся по глазам Чтобы убрать с них размытие Так Поставим прозрачность теперь Поменьше И пройдемся по щетине Потому что на щетине нам тоже Сглаживание не нужно Должно смотреться естественно Так же убираем размытие зубов Из губ Так Еще можно пройтись по бровям если Заметно сильно Заметно сильно Так Смотрим Видите тон кожи У нас стал Поровнее Кожа стала Помягче Можно даже Немножечко прозрачность Поднять теперь До 35% И так же можно убрать Прозрачность С волос Для этого Убираем Опять кисть большую Так И Убираем Эффект с волос Так Вот Даже Можно сейчас поставить Уже 100% Потому что здесь Нам нужна Четкость Закончили И теперь идем дальше Так Смотрим что получается у нас Пока все неплохо Объединяем два слоя вместе Верхний Нажимаем Ctrl E И создаем еще Три копии получившегося слоя Нажимаем Ctrl J Ctrl J Ctrl J Два верхних пока спрячем И работаем Вот с этим Мы его обесцветим Нажимаем Shift Ctrl U И применим ему Режим наложения Яркость Так Смотрим Прозрачность Можно чуть чуть Понизить Где нибудь До 60% Так И теперь переходим К верхнему слою Тоже его обесцвечиваем Shift Ctrl J Этот слой нам понадобится Для того чтобы Придать больше Контраста теням На нашем лице Для этого мы Зайдем в пункт изображения Коррекция И выберем здесь Кривые Так Выгибаем Кривые Вот Примерно таким образом Чтобы затемнить Изображение По максимуму У нас должны быть Видны только тени На нем сейчас Так Нужно настроить Очень резкий контраст Между светом И тенью На изображении Так Вот Примерно таким образом Оставляем Нажимаем ОК Меняем режим наложения Этого слоя На перекрытие Так И Понижаем Прозрачность Где-нибудь До Тридцати Процентов Да Вот так Вот Например Видите что У нас Контраст теней Повысился Теперь Переходим К верхнему слою Включаем Его Тоже нажимаем Shift Ctrl У Чтобы обесцветить Так И Тоже Идем в кривые На этот раз Мы будем работать Уже со светом Так Для этого Выгибаем кривую Вот таким вот образом Вверх И Делаем тоже Сильный контраст Между светом и тенью На изображении Нажимаем ОК Меняем режим этого слоя На Линейный осветлитель И Тоже Понижаем Прозрачность Так Примерно До Двадцати Трех Наверное Двадцати пяти процентов Так Получаем Вот такое вот изображение Оно сейчас У нас смотрится тусклым Как видите Да Давайте сначала Осветлим глаза Для этого Применяем слой маски К верхним двум слоям К этому И к этому Также Выбираем Черную кисть Как мы уже делали И проходимся По глазам Чтобы их высветлить Так Так И то же самое делаем С верхним слоем Так Отлично Теперь Нам с вами нужно Продублировать Вот этот слой Второй Нажимаем Ctrl J И перенести его На самый верх Вот сюда Меняем для него Режим наложения Либо на мягкий свет Либо На перекрытие В данном случае Подойдет лучше Мягкий свет Изображение Теперь смотрится Получше Видите да Где нибудь Восемьдесят процентов Прозрачности Оставляем Так же Теперь Дублируем его еще раз Ctrl J Ставим Режим наложения Пока на обычный Для него Идем в пункт Фильтр Выбираем другое Цветовой контраст Радиус У нас будет 10 Нажимаем ОК И режим наложения Ставим Мягкий свет Таким образом Мы с вами Добавим Четкости Ну и последний Шаг Нам с вами остался Это поработать Над цветом И тенью Изображение Создаем Два пустых слоя Так Заливаем их Оба серым цветом Из него В редактировании Выполнить заливку Выбираем здесь 50% серого Нажимаем ОК Режим наложения Ставим мягкий свет То же самое Делаем с вторым слоем Так Выполнить заливку 50% серого Мягкий свет Сначала Работаем Вот с этим слоем Выбираем инструмент Для него Затемнитель И затемняем Участки Где должна быть Тень Так Вот таким Вот образом Проходимся Сразу смотрим За результатом Который у нас С вами Получается Видите, да? Мы усилили контраст Отлично Теперь Переходим на верхний слой Выбираем инструмент Осветлитель И работаем уже Со светлыми участками лица Так Вот здесь проходимся Здесь 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 И здесь И здесь Отлично Так Ну вот Изображение выглядит Вполне неплохо Ну и теперь Можно еще создать Один корректирующий слой Цветовой баланс И Добавить Немножечко Голубых Оттенков Немножечко Зеленого Так Вот Так Как-то И То же самое В тенях Сделаем Добавим Наши фотографии Немножко Холодных Оттенков Так Так Вот так Оставляем Давайте Теперь Сгруппируем Все Получившиеся Слои В папку Нажимаем Ctrl G И Смотрим Что получилось Вот Изображение В начале Работаем И Вот Так Оно Выглядит У нас Теперь Ну что ж Давайте Подведем итог этого урока Мы с вами разобрали Основы Мужской ретуши Как я говорил ранее Мужские портреты нельзя обрабатывать В таком же ключе как Женские Тут требуется Отдельный подход Ну что ж Надеюсь вам Мой материал останется полезен И вы будете применять данный способ Для обработки своих фотографий С вами был Кузьмичев Алексей До связи Качайте бесплатный видеокурс Шикарная ретушь За 5 простых шагов Жмите на кнопку Получить курс